Найти потерянное Найти потерянное Откуда он нас вырвал, из каких пучин, из какой ямы Может быть кто-то родился в христианской семье, у вас все хорошо, замечательно Но не все, не у всех были родители верующие Каждый прошел свой путь И я думаю, что каждый может вспомнить, где он был Как был потерянный, но сейчас найденный Господом Аминь Слава Богу Хорошо, друзья И я бы сегодня хотел привести одно место из Писания Но моей целью показать не совсем стандартный способ Приобретения людей для Господа Ишуа, он сказал, да Я пришел в мир, чтобы найти и спасти Или приобрести И вот я как бы хочу На примере Ишуа, да И женщина у колодца, да Самарянка Как бы на этом примере Потом мы рассмотрим некоторые принципы У меня есть много, ну как Я записал некоторые В связи с твоей жизнью, из моего опыта Поэтому я буду как бы делиться И Словом Божиим, и как бы моими примерами Итак, Иоанна 4 глава 6 стиха Там очень длинное местописание Ну не полного завета, но длинное Я постараюсь его быстро прочитать И потом мы поговорим Там был колодец Иакова Иаковлев Ишуа, утрудившись от пути, сел у колодезя Было около 6 часа Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды Ишуа говорит ей Дай мне пить, ибо ученики его отлучились В город купить пищи Женщина Самарянская говорит ему Как же ты будучи иудеей просишь пить у меня Самарянки Ибо иудеи Самарянами не сообщать Ну кто знает историю, да То есть Самаряне появились на территории Северного Израильского царства Когда их увели в плен Их земли были пустые И на эти земли приходили переселенцы Вот И потом уже когда Народ Израиля снова возвращался К себе на землю Там же жили другие люди переселенцы Они знакомились Там создавались браки Вот И один из царей Вот Он пригласил Сейчас я вам Один из царей Ассирийский царь Приказал вернуть В Самарию Одного из пророков Который тоже был в плену И он Сказал ему Чтобы он научил Самарян Научил Все-таки Законом Еврейским Почитать Уважать Бога Вот И так далее Но так Ну в принципе Он как бы учил Но В принципе Те обряды Как бы Да Которыми они там Поклонялись другим богам Как бы Ну не было такого Строгого Строгого Ну Строгого Запрета Поэтому как бы Вот Появились такие вот Люди Да Самариане То есть это Евреи Переселенцы Вот И Из-за того что У них Они поклонялись Еще другим богам У них был конфликт Потому что Еврейский народ Он пока столько Единому богу Поэтому у них был На этой почве конфликт Они построили себе Храм на горе Горезим Вот Что конечно тоже Не соответствовало Как бы Ну Еврейским законам Ну как бы Вот поэтому Ишуа говорит Что Строгого Они не сообщаются Ну такая история Ишуа сказал Ей в ответ Если Ты знала Дар Божий Кто Говорит тебе Дай мне пить То ты сама Попросила бы У него И он дал бы тебе Воду живую Женщина говорит ему Господин Тебе почерпнуть нечем А колодец глубок Откуда же у тебя Вода живая Неужели ты Больше отца Нашего Якова Который дал нам Этот колодец А сам Из него пил И дети его И скот его Ишуа сказал Его ответ Всякий пьющий Воду сию Вас жаждет опять А кто будет пить Воду Которую я дам ему Тот Не будет жаждать Вовек Я Ну вода Которую я дам Ему Сделается в нем Источником воды Текущей в жизнь Вечную Женщина говорит ему Господин Дай мне этой воды Чтобы И мне не иметь Жажды И не приходить Вот так немножко Как бы так Ну хорошо Давай Давай Я тоже хочу Дай мне этой воды Чтобы мне Не жаждать И не приходи Черпать сюда И Ишуа говорит И хорошо Позови своего мужа И приди сюда Женщина сказала В ответ У меня нет мужа И Ишуа говорит И правда ты сказала Что у тебя нет мужа Ибо кто У тебя Ибо у тебя Было пять мужей И тот кто Ныне имеешь Не муж тебе Это справедливо Ты сказала Женщина говорит ему Господи Вижу что ты пророк Отцы наши Поклонялись На горе То есть Ну Здесь о той горе Которой я говорил Да Горезин А вы говорите Что место Где должно поклоняться Находится в Иерусалиме Ишуа говорит И поверь мне Что наступает время Когда не на Горесии И не в Иерусалиме Будете поклоняться Отцу Вы не знаете Чему кланяетесь А мы знаем Чему кланяемся Ибо спасение А то и у иудеев Но настает время И настало уже Когда истинные поклонники Будут поклоняться Отцу В духе истине Ибо таких поклонников Ищет себе Бог Бог есть дух И поклоняющиеся ему Должны поклоняться В духе истине Женщина говорит ему Зная, что придет Мессия, то есть Христос, который, когда Он придет, то возвестит нам все, что говорит ей, это я, который говорю с тобою. В то время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривает, ну, конечно же, они же не разговаривали, что Он разговаривает с женщиной, однако ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с ней. Тогда женщина оставила свой водонос и пошла в город и говорит людям, пойдите посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не Он ли Христос? Они вышли из города и пошли к Нему. Мы знаем по истории, что эта женщина, она привела Господу многих людей, и в ней как бы описывается в других источниках. Вот такая вот история, да, и можно предположить, ну, Библия не описывает, есть много комментариев. Вообще, один из комментариев, то, что эта история была вообще аллегорическая, то есть там, ну, приводится это. Но я все-таки хочу немножечко, ну, я вижу ее с другой стороны, и я увидел некоторые принципы, которые применил Ишуа, очень важные, очень классные принципы. Иногда мы их проходим мимо, иногда просто, может быть, от незнания или, то есть, может быть, мы их не видим, но очень важные принципы, мы как бы сегодня об этом разберем. Больше это будет касаться, ну, как служить другим, как проповедовать людям неверующим, как относиться друг к другу. То есть, вот в этом отрывке, как бы, я нашел вот эти вот принципы. Я просто хочу с вами ими поделиться. И Писание, оно как бы не открывает, да, ну, в каком состоянии, ну, мы можем представить, в каком состоянии пришла женщина туда, к колодцу. Ну, как бы немножечко, да, с ней мало кто общался. Она пришла в шестой час, потому что, видно, в другие часы было бы очень сложно прийти, даже, может быть, опасно прийти туда, к колодцу. Да, и вот это время, когда, может быть, уже немножечко стемнело, вот, чтобы никто ее не видел. Вот, она приходит к этому колодцу. И еще у вас с ней встречается. Разные были у него мысли, вообще, как жить дальше, что будет с моей жизнью дальше и так далее. Ну, можно многое, как бы, да, смотреть. И в этой истории, да, я, опять же, хочу увидеть уроки или подходы, которые применил Ишуа к восстановлению разочарованной и, возможно, никому не нужной души человека. И вот первый момент, первый. Он первый пришел к ней. Ну, правда, не она же пришла к нему. Вот. Он первый пришел к ней. Знаете, это была не случайная встреча. Знаете, что вот, кто верит в случайности? Ну, вот там, вы случайно встретили человека, или вы случайно там что-то, не знаю, там, ну, нашли там, не знаю, вы находили деньги когда-нибудь? Конечно. Конечно, да. У меня было, я просто не то время, я могу рассказать. То есть, я верю в то, что случайностей не бывает, потому что Бог, Он все контролирует. Если написано, что даже волос не падает с нашей головы без Его воли, я знаю, что Бог, Он все контролирует. Если Бог дает встречу с каким-то человеком, о котором ты, может быть, не знаю, давно уже с ним не встречался, а бывало такое, знаете, что вы за кого-то молились, Бог побуждал вас за кого-то молиться. Возможно, это был ваш одноклассник, или, может быть, какой-то давний-давний друг. И вот у вас есть, и тут ты, опа, с ним встречаешься. Ну, как так получилось, что ты оказался в том месте, там, где Он? Поэтому я верю, что случайностей не бывает. Бог, Он заранее все планирует, Он знает нашу жизнь, Он знает наши пути, и Он сводит эти пути, чтобы, ну, мы сделали определенные вещи. Так вот, я думаю, что это не случайная была встреча, Он знал эту женщину, Он знал, как она живет, Он знал, что с ней, возможно, не хотят там некоторые люди общаться. Он знал ее хорошо, поэтому Он с ней и встретился, потому что у него была прекрасная цель из потерянного человека сделать любящего, найденного, который потом изменит многое. И так вот, Он первый пришел к ней, о чем здесь неправильное религиозное мышление подразумевает, что люди сами должны обратиться, когда припечет. Ну, бывает, знаешь, вот припечет, сам придешь. Вот когда станет, вот станет плохо, прибежишь. Ишуа, ну, это немножечко как бы неправильно. То есть Ишуа показывает то, что он шел к людям, и одно из его повелений, он говорит, что ждите, пока к вам придут. Да? Нет. Как он? Ну, я хочу чуть-чуть с вами поговорить, я как-то чуть-чуть смущаюсь, вы все молчите. Поэтому, он сказал, да, идите, идите, да, научите, правильно? Он так сказал. Идите, да. А еще в другом месте, что убедите людей. Так как это так? Убеждать людей, это ж, ну, назойливым нельзя быть. Вот сказал словочек, сказал, нет, вот отриси прах и все, и пусть он там. Нет. В другом, что убедите людей, то есть так их заинтересуйте, так их вдохновите. Я не знаю, может быть, нужно сделать, там, прыжок с разбега в сторону, или там показать какое-то, какой-то там, не знаю, что-то показать, что вы умеете, чтобы человека привлечь. Пытались смеяться. Я скажу, что если я покажу сальто, я удивлю не только этого человека. Я многих, я многих удивлю, да, своим сальтом. Не, ну, кое-что, кое-что я умею. Но я не буду это демонстрировать. Раньше я больше умел, но я там занимался там танцами, такое все там, поэтому иногда даже меня чуть не побили из-за этого. Я приехал к бабушке, ну, я немножко, можно я отвлекусь? Я, ну, до, то есть летние каникулы я праздновал в деревне. Там свежий воздух, там птички, знаете, как, ну, мама меня, к бабушке, у меня была любимая бабушка, которая меня любила. Так вот, я уже подрос, там, занимался танцами, там, в то время это были 92-й, 3-й, там, по-моему, был хип-хоп, там, что такое. Так я аж приехал крутой, пошел на дискотеку, давай там демонстрировать. Так меня там чуть не побили, знаете, кто-то приехал, тут кто? З Одессы приехал, сейчас мы тебя, это. Слава Богу, что я как бы, ну, мне были, я любил знакомиться, я познакомился с хорошими людьми, которые, ну, там, такие более, скажем так, держащие это все место. И они, это, вот, вышли, сказали, так, этого хлопца не трогайте все. Поэтому я там танцевал, и было все хорошо. Итак, хорошо, это так, от темы. Он первый задал ей очень хороший вопрос, он сказал, да, такой нерегиозный вопрос, он сказал, дай мне пить. Ну, вроде, женщина сама нуждается, но дай мне пить. И этот вопрос был озвучен на ту нужду, которую она хотела решить, утолить жажду. И какие сейчас вопросы интересуют людей? Ну, мы с людьми же общаемся, ну, разные вопросы. У кого-то, не знаю, нету денег. Можно сказать, слушай, как заработать деньги? Вот скажи мне. Не знаю, а вот я знаю, как заработать. Господь, Он дающий. Ну, да, или там, не знаю, там, получить исцеление, там, да, там, быть здоровым. Там, не знаю, там, быть счастливым. Там, как выйти хорошо замуж, там, или... Ну, вопросов очень море. Когда мы, ну, как бы, тем более, как бы, сейчас вопрос, да, там, один вопрос, он... Колышится, вина закинчится, и... Закинчится. Мы, знаете, я верю, когда мы просто проснемся. Не потому, что мы проснемся, потому что мы молимся об этом, потому что мы верим, и мы услышим благую весть. Все, конец войны. Я в это верю. Поэтому людей интересует много, много вопросов. И для того, чтобы эффективно произвести первое впечатление на человека, ему нужно задать, нужно знать человека, нужно знать человека, или, как бы, ну, изучить проблему или нужду. Конечно, Ишуа знал. Мы не знаем людей. Ну, иногда бывает, конечно, мы люди духовные, Бог иногда бывает внутри, что-то побуждает нас, там, да, сказать. Но это бывает иногда, мы людей не знаем. Поэтому очень важно для того, чтобы с человеком говорить, там, не нападать на него, а хоть немножечко изучить его, где он живет, его социальное положение, как у него вообще настроение, там, какие у него проблемы, с чем он, как бы, связан. И это очень важно. Поэтому первое, что Ишуа, он сказал, идите. Он первый пришел к этой женщине. Второе, Ишуа не проявил лицеприятие. Это очень важный момент, потому что у нас иногда бывает такой избирательный подход к людям, да, там, с кем общаться, с кем не общаться, там, с кем дружить, с кем не дружить, не, ну, как бы, все это понятно, то есть, да, там, ну, и так далее, и тому подобное. И интересно, что если взять, ну, да, вот, иудейскую традицию, да, то он сделал такой, почему ученики удивились, он просто сделал такой, неумоверный, как это слово, неумоверный, о, все, подход, потому что действительно, потому что по-еврейски, как бы, традиции, да, он не имел, как бы, права, ну, общаться с кем. С этой, ну, как бы, с этой женщиной. Для иудеи это лучше я буду от жажды помирать, чем, ну, с ней общаться. И вторым моментом тоже, как бы, вот, я читал о том, что, если он даже бы попил бы воды, бы, то он где-то сделал, сделался бы церемониально, как бы, нечистым. Но что он делает, да, ученики просто удивляются. Такой был подход. И в этом, конечно, была проблема лицеприятия человека. Он не был лицеприятным. Иногда, знаете, мы, вот это вот лицеприятие, оно делает, ну, неправильный... Неправильное восприятие к людям. Знаете, у нас была история с одной соседкой. Я знал точно, что вот этот человек, он не покается. А вот другой же человек жил рядом, вот он, вот, 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 вот он сто процентов покается, потому что человек был, ну, другой он был. А этого мы, там, мы знали. Оксана говорит, да не, ну, это, конечно же. Но, говорит, ну, вот я, не знаю, как бы, буду, буду, как бы, рассказывать о Господе. И вы знаете, что случилось? Наоборот, тот человек, ну, который, ну, который, который ты думал, что он не покается, он покаялся. А тот, который ты думал, что он покается, он не покаялся. Поэтому, ну, у нас есть вот, ну, в этом недобочание. Бог, он, он знает лучше, он сердцеведец. И это вот лицеприятие, оно где-то приводит, как бы, ну, к суду. Ну, как бы, да, вот. И иногда Ишуа, он таких людей немножечко, как бы, ставил на место или пытался им разъяснить, что мы не должны. То есть каждый человек, он индивидуален. И не нам, как бы, мы судим по внешности, да, ну, Бог-то смотрит со мной на сердце. И он может изменить, ну, любого человека, любого, и хорошего, и плохого. И поэтому Ишуа, он не проявлял, как бы, лицеприятие. И это очень важно. Третий момент. Ишуа является источником живой воды, от которой уталяется жажда. Знаете, людям на самом деле нужна благая весть. Когда мы говорим с людьми, нам хочется, как бы, там, рассказать, нам хочется, там, да, там, ну, еще, там, поучить. Но людям нужна благая весть. Только благая весть отвечает на нужды человека. Никакое там нравоучение, ничего, только благая весть, она способна оказать какое-то влияние или помочь. И в чем же заключается эта благая весть, как вы думаете? Ишуа, он сказал, я дам, то есть, я не Ишуа, но у нас живет Господь. Мы не можем дать, да? Но тот, кто есть в нас, у нас есть Господь, который может дать. У нас есть Слово Божие. И благая весть заключается в том, что Бог знает твою нужду, и Он хочет тебе помочь. Он хочет исправить то, что на твой взгляд кажется, ну, вообще, ну, не исправится или вообще. То есть в этом заключается, что Бог, Он хочет тебе помочь. Он заинтересован тебе помочь. И в этом мире ничто не может заменить или заполнить навсегда того, что дает Господь. Ничто. Что Он дает? Мир, радость. Ну, давайте еще раз, я вот забываю, тут слова путаются. Что Он дает? Мир, радость. Что-что? Мудрость. Вау! Видите, как здорово. Здорово. Успокоение. Надежду. Вот видите, у меня слова прояснились. Веру. Его присутствие. И это заполнение духовной пустоты. Знаете, помните, я говорил, да, что есть место внутри человека, да? Ну, как внутренний мир, который ничто не может заполнить. Это место Бог отделил только для себя. Как бы человек его не заполнял, чем бы он не заполнял, что бы он не делал, в итоге приходит момент, когда он чувствует пустоту, что-то внутри пусто. И только эту пустоту способен, потому что это место для Господа. Мы можем называть это сердце, там, или еще, ну, то есть это место только может, ну, наполнить Господь. Поэтому Ишуа, он говорит, что я дам тебе, да, то, что, может, ты искала, и то, что сделается в тебе, как бы, да. Он говорил, конечно, о своем присутствии. Он говорил о Духе Святом. Ишуа, он говорил о том, что действительно изменит его жизнь, и мы смотрим, что ее жизнь, она изменилась. И чем... Это я уже сказал, я просто иду немножко наперед. И это благая весть. Ишуа, он ответил на ее нужду. Четвертый момент, четвертый, Ишуа указывает на то, что ее разрушает. А что ее разрушало, мы все знаем, да, и то, что отделяет ее от него. Он сказал, ну, иди, иди, позови своего мужа, потом мы поговорим. Да, то есть, да, он знал, какой жизнью живет эта женщина. Опять же, мы не знаем. Если Писание нам не открывает, мы не знаем. Как она жила, да, у нее были мужчины, вот. Но мы не знаем, да, была ли она там, ну, блудница гулящая. Или, может быть, от такой несчастливой жизни. Может быть, первый муж умер, а может, тот поступил несправедливо. Мы не знаем. Но мы видим, что, ну, жизнь не совсем была, ну, хорошая. Вот, но в этом и то, смотрите, он говорит ей, именно уже говорит ей о неправильных отношениях, говорит ей в четвертом пункте. Он не пришел и сказал, так, у меня есть к тебе слово. Ах ты, такая, знаешь, здесь такая песня, да, это вот. Грешники, 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 никто не спасется, кроме меня. То есть, мы видим, что он потом, он позже сказал, да, ну, есть такая песня, да. Вот, сначала, первое, что он пришел к ней первым, да, первое. Второе, он не проявил лицеприятия. Знаете, когда мы к людям не проявляем лицеприятия, то человек, он располагается. Человек думает, слушай, ну, он же, ну, любой человек, на самом деле, он где-то понимает, что он, ну, не совсем хороший. Ну, правда. Ну, любой человек, он понимает, что где-то он, тем более, когда он общается с более, может быть, таким, получше. Ну, не все прям хорошо, как бы, в жизни. И непроявление лицеприятия, оно, знаешь, когда женщина увидела, что ее ценят, ее уважают, ее сердце, оно просто, ну, открылось. И это очень важно. И, третье, он ответил на ее нужду, что он сделал, предложил ей помощь. Ну, а аж потом, затем, после того, как он сделал эти все шаги, проявил внимание, заботу, уважение, почитание, ну, любовь к человеку, да, потом он уже, ну, заговорил ей о том, что ее отделяет от него, или отделяет от Бога. Об этом нужно говорить, потому что, ну, на самом деле, грех, он разделяет человека с Богом, и обличение во грехе, оно предшествует обращению души к Богу. И то, знаете, как человек приходит к Богу, когда он увидит себя со стороны так, как видит Господь. Только так он может прийти к Богу. Если он на самом деле увидит так, как его видит Бог, по-другому никак. Так, ну, допустим, мы когда, ну, скажем так, не знали Бога, сильно ли нас волновало о том, что мы, ну, грешим? Ну, как-то, ну, все так делают, я так делаю, там, да, то есть, ну, когда ты пришел к Господу, и Господь, Дух Святой, Он показал тебя в глазах Бога, как Бог на это смотрит, то становится как-то, как-то, ну, стыдно, и не думаешь, Боже, я, ну, не хочу быть таким. Только тогда человек, он обращается к Богу, да, или оставляет, когда, когда он, он видит так, как видит, видит Бог. По-другому, ну, как бы, ну, по-другому не получается, не происходит. Поэтому работа Святого Духа, конечно же, показать и обличить мир во грехе. Для неверующего, а для верующего помогать и укреплять, идти за Господом. Больные идут к врачу, а не здоровые. Есть пример, как бы, с Неневи, я не буду говорить. И есть очень важный пятый пункт. Он последний, я на нем, как бы, чуть-чуть с вами поговорю. Я его, как бы, так обозначил. Религия, на основе которой лежат обряды, бесполезна. Вера, она вдохновляет, а какие-то обряды, они, они не приводят к ничему, как бы, хорошему. И мы видим, что в Самарианке что-то пробудилось. Вот, да, вот, по разговорам, в ней что-то, вот, пробудилось, вот, с разговором с Ишо, да. В ней появился какой-то интерес, интерес вообще к вере, интерес то, о чем он говорит. И это побудило ее задать вопрос, да, кто правильно, да, на твой взгляд, поклоняется, да, ну, там, Богу, Самаряне или Иудее. Ну, то есть, видно, как бы, вот, ее этот вопрос, ну, как бы, заинтересовало, что-то в ней, ну, пробудилось. Знаете, когда, когда, ну, бывало такое, ты с человеком разговариваешь, да, и после беседы человек не хочет, да, да, не хочу, как бы, и уходит. Ну, бывает, ты думаешь, что я не то сказал, думаю, может быть, надо было. Или по-другому, когда человек, ты общаешься, ты так его заинтересовываешь, что он задает вопрос, да, и, как бы, когда человек задает вопрос, значит, он интересуется, ему интересно. И вот ее заинтересовало, то есть тот момент ее, потому что если мы смотрим по тексту, я думаю, что когда она начала задавать вопросы, в ее сердце уже пришло какое-то исцеление, она уже поменялась, даже после того, как он сказал, приведи мужа, может быть беседа была более детальная, может быть больше времени, ну, Писание не предает, но как бы мы то, что мы знаем, мы видим и читаем. И Ишуа ответил ей, что истинное поклонение зависит не от места, где ты поклоняешься, но истинное поклонение зависит от состояния твоего сердца. Место это хорошо, мы можем везде поклоняться Богу, но важно состояние, ну, твоей души, да, твоего сердца. И он сказал, наступает время, когда ни на Грессии, ни в Иерусалиме будете поклоняться. Место это хорошо, но важно. Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и истине. То есть важно состояние твоего, как бы, сердца, что ты хочешь, что ты желаешь. И когда вера переходит в разряд обрядности, тогда приходит пустота, там, раз в неделю на служение и так далее. Религиозность или законничество больше обращает внимание, ну, на себя. И не позволяет посмотреть Божьими глазами, ну, на человека. И что с такими людьми, он, как бы, у него была своя беседа. Отсюда иногда, бывает, приходят такие моменты, мы можем скороспешно сделать ошибку в отношении к человеку. Ну, там, обидеть его, как бы, оскорбить, там, да, там, или, ну, по-разному. Вы знаете, что, ну, иногда люди, они уходят из церкви, из-за общины, не потому, что там, там, их дьявол утащил. Иногда я задаю такой вопрос себе, а может быть, из-за меня, вы не задавали такие вопросы себе? Может, из-за меня человек ушел? Может, как-то я вот неправильно, скажем так, проявил к нему заботу и так далее. И я скажу, что иногда, иногда бывает так. И где-то мы должны, как бы, задавать такой вопрос, что где-то из-за того, что какой-то у нас вот не, не широкий, может быть, взгляд на все эти вещи, может быть, какой-то такой религиозный и так далее, из-за этого, бывает, некоторые, некоторые могут уйти. Или когда, допустим, там люди уходят, да, мы можем, да, там, позвоню, там, один раз человеку, да, там, позвонил, человек не взял трубку, а, как бы, не взял, все, ничего страшного. Ну, знаете, я думаю, что позвонить один-два раза или что-то еще, это мало. Писание учит нас достигать людей. А вот достигать людей, это намного-намного сложнее. Я знаю, что у каждого есть люди, которых вы достигали. Я расскажу свою историю. Да, ну вот есть люди, которые, и это не так, вот ты пришел, там, сказал, так классно, там, благую весть. Знаете, всегда, я, ну, так, представляю себе, да, такой вышел, где-то на подиум, поставил табуретку, там, залез на табуретку, и так, слушайте слово, ну, как пророк, да, Иеремия, там, вот. Но достижение людей, оно связано с тем, что ты где-то на какие-то вещи, возможно, закрываешь глаза. Где-то ты, скажем так, свою большую духовность немножечко сужаешь и влаживаешь ее в коробочку. Ради того, чтобы приобрести, а оравшую, апостол Павел, что говорит, да, что я для всех сделал совсем, да, ну, была цель, чтобы приобрести. И иногда, знаете, вот такой вот подход, чтобы приобрести человека, нам иногда нужно пойти на такое слово, как жертву, да, вот, пожертвовать собой. То есть, где-то промолчать, где-то не сказать правильные вещи. Знаете, иногда правильные вещи не в правильное время, они, ну, не имеют никакой силы. Так вот, людей нужно приобретать. Это не очень легко, это сложно. У нас был один пример, когда мы служили в Любашовке. Мы пытались, даже больше, это пыталось, не я пытался, иногда у меня терпение заканчивается. Это пыталась моя супруга приобрести одного человека. Мы с ним познакомились, да, потом фотографию вышли, типа, позже. Я вот то, что... И, знаете, он всегда был занят. У него всегда были какие-то дела, движения, он такой был, знаете, крутой. У него все движения там у него, то там встреча, там встреча, там встреча. Но он был талантливый. Действительно, потому что он пришел первый раз, мы проводили здесь служение в кинотеатре. И, ну, мы как бы такое, больше у нас такое было послание, такое евангелистического как бы характера, там и на гитаре. Его заинтересовала гитара, он сам как бы играл на гитаре. Вот. И он сказал, что я буду там с вами, все классно. Так обрадовался. Но у него что-то движение еще с... Там есть на стороне, там есть девочки, там есть еще ребята, с которыми он, круг общения и так далее. И вот он постоянно где-то сбегал, убегал. Я там пытался звонить, он не отвечал трубку. И вот что делает, что делает моя супруга. Она где его видела, она могла даже видеть его на следующей улице. И она такая, тут, может быть, если получится фотографию выслать. Или она такая кричит, о-о-о, его звали Саша. Привет! А он такой услышал, говорит, иди сюда. А он говорит, не, у меня нету времени. И давай уходите. Она, не-не, иди. И такая картина, он убегает. Она бежит за ним. Я такой стою, думаю, боже, что тут происходит? А, вот, видите? Кстати, вот этот человек. Видите? Вот это наша, кстати, команда. Мы, если не ошибаюсь, а, мы участвовали в одном музыкальном проекте. Кстати, вот этот парень, который вот улыбается. Только не этот парень, а вот в белой футболке. Он сейчас, он сейчас захищает нашу Краину. Знаходится у Мисты Херсон. Поэтому пусть его Господь благословит. Очень талантливый. Тоже он, тоже музыкант. Вот, ну, как бы вся, вся, как бы команда, там, девочка на клавишах играла. Ну, это, это я, вы увидели, да? А вот самый-самый главный гвоздь программы. Видите, кто? Вы узнали, кто, да? Так вот, вот этот парень. И вот он убегает. За ним, я думаю, боже мой, что там происходит? Потом один раз мы ехали на машине. Тут моя жена кричит, остановись! Я думаю, боже, что произошло? Я останавливаюсь. Она открывает двери, видно, увидела его, побежала за ним. Ну, а, понятно, побежала приобретать. Вы знаете, целый год в таком, в таком. Я понимаю, что, ну, не все, может быть, так могут, но я просто как бы расскажу, как мы его приобретали. И вы знаете, сейчас этот человек, он служит в церкви прославления, он закончил библейскую школу, и сейчас он служит, и его родители являются, ну, являются капелланами и служат, ну, в местах, где есть нужда. И думаешь, ну, боже мой, ну, пусть там не покаялась, и там, знаете, у меня была мечта, там вся Любышевка. Но ради как бы одного человека, ради этой семьи, ну, стоило. И это, конечно, это было, ну, это было нелегко. Но сейчас мы видим, как бы, да, его жизнь, и, может быть, как-то я познакомлю вас с ним. Поэтому вот очень хороший, прекрасный брат, он же женат, поэтому у него тоже хорошая жена, все. Так, хорошо. И, знаете, иногда вот верующие бывает немножечко, я как бы открою, знаете, чуть-чуть другую сторону, вы, конечно, не обижаетесь, это так просто, чтобы мы, это, конечно, не к нам. Здесь, знаете, вообще, ну, вообще все идеальные. Чтобы вы просто расслабились, вы так напряглись, просто реально настолько, и у нас пастера просто прекрасные. Валентина Романович, она сейчас слушает, думает, я тебе сделаю. Татьяна Михайловна, знаете, рэпы бывают иногда добрее Бога, поэтому, ну, все хорошо. У нас прекрасно, вообще, у нас нет никакого недостатка, мы всех любим. К нам хотят приходить, никто не хочет уходить. Ну, действительно, я говорю серьезно, я очень благодарен Богу, что я здесь, на самом деле, потому что, да, есть какие-то моменты, но я благодарен Богу. Я скажу, что если вы здесь, вы на правильном месте, поэтому это очень важно. Но иногда бывают верующие люди чуть-чуть, знаете, я когда пришел к Богу, я думал, что верующие люди – это ангелы. У меня было такое понимание, думаю, знаете, не, на самом деле это ангелы, только, конечно, с человеческим лицом, да. И я вот так думал, но есть чуть-чуть, ну, есть, это не среди, конечно, нас, это там где-то, вот, там, за стеной, там, или где-то там. Иногда верующие бывают такие пафосные, да, то есть этот человек эмоционально возвышенный. Или есть такое еще, есть такое слово, как нарциссский абьюз. Это, то есть есть такая категория людей, ну, они как нарциссы, знаете, они считают себя исключительными от всего. То есть, ну, вот я вот, ну, и среди меньших тоже такое есть. Еще хочу привести один пример. Мы давно, еще где-то, может, лет 8 назад, нас пригласили на семейную конференцию в Винницу, в гостиницу, которая находится в лесу. Представляете, какая прелесть? Если я не ошибаюсь, это семья, которая служит семьям, по-моему, он был у нас здесь, он проповедовал. Это Джон и Дебби Лоу. Они учат о семейных ценностях, о семье и так далее. Так вот, нас пригласили бесплатно, ну, для нас-то бесплатно, они за все заплатили. Это шикарная гостиница в лесу. Ты выходишь, это речка, ну, Винницы, просто природа, грибочки, там, белки скачут. Ну, настолько, что ты три дня, трехразовое питание, там, да, в душ, в ванна, сауна, все тебе. Время просто классно. Настолько. И они пригласили именно служителей, там, ну, пастырей, молодежных, то есть, ну, служителей, чтобы послужить. Потому что, когда ты служишь много в служении, то иногда семья где-то чуть-чуть пренебегается, но есть такое. И возникают проблемы, знаете, что, ну, бывают проблемы вот у пастырей, там, у служителей. Ну, бывают, бывают, все бывает. И вот их цель была послужить, рассказать, как можно снова наладить отношения, если это возможно, всегда можно попытаться, это возможно. Прекрасная конференция, три дня, просто супер. На третий день, вот такая картина, мы все сидим за одним столом, там было кафе в этой гостинице, мы все кушаем, персонал приходит, уходит, подает, убирает, знаете, как они, ну, служат, там, все. И тут кто-то из, кто-то из сестер, извините, такое слово говорит. Да, говорит, я не знала, что, говорит, здесь, говорит, водятся тараканы. А я такой, а так, видно, что их так, знаете, ну, они же так старались, но не специальные они, ну, они же не специальные этих тараканов. Где эти тараканы эти лесные, там такие лесные, знаете, или какие-то жуки, я не знаю, ну, гостиница находится в лесу, но мало что туда может заползти, да? Ну, ты ж в лесу. Вот, и такой, знаете, говорит, да, говорит, мы тут среди тараканов, говорит, ну, так, и все так стало, как бы, неприятное, ну, персоналу там всем, знаешь. Я думаю, ну, значит, бывает, вот, все хорошо, эта ложка дегтя, ну, все просто, и этот. Я думаю, Таня, надо потом будет в конце, ну, в конце подойти к ним, как бы поблагодарить, потому что на самом деле, ну, действительно было очень классное время. Просто, ну, я подхожу, я говорю, слушайте, спасибо, еда просто вкусная, гостиница просто шикарная, там все классно. Но самое, что я говорю, что интересно, я говорю, вот этот вот лесной жучок, это просто эксклюзивный экземпляр. Они так смотрят на меня, говорят, да, действительно, знаете, я в детстве увлекался, говорю, этими жучками, ну, там, я больше любил кузнечиков, знаете, я собирал кузнечики в баночку. Ну, была у меня такая, знаете, когда бабушка, знаете, там бабушки выходят, расскажут, как твой там внук? Да, там то на чудыв, там то на рубыв, там шкоду, а как твой внук? А вы, говорит, на огороде, говорит, кузнечиков собирают. Говорит, дымно-людыно, да. Так вот, мне нравилось собрать кузнечиков. Я говорю, слушайте, какой, говорю, прекрасный, говорю, вот этого просто, говорю, такой эксклюзивный экземпляр. Говорит, такого я, говорит, еще не видел. Ну, я, конечно, так, знаете, и, конечно, для них это стало, он, думаю, хоть как-то немножко все-таки, ну, сглазить, как бы, эту всю историю. Поэтому, знаете, если захотеть, можно найти черные пятна и на солнце, хотя их там очень-очень невозможно, но если захотеть, можно придраться ко всему. Как бы человек, знаете, иногда бывают такие ситуации в жизни, так, вроде все хорошо, все прекрасно, все чудесно, прямо, прямо, как будто дорожка все устелена. Ну, бывает какая-то вещь, просто все вот, ну, вот наломает. Знаете, иногда бывает, мы там в семье где-то там отдыхаем, там, туда зашли, сюда зашли, все так хорошо, все так просто замечательно, все так потрясающе. Приходим домой, ну, надо же в тебе вступить куда-то, туда не надо. И тут настроение, значит, уже портится, уже все эти кафе, рестораны, уже все, уже, знаете, и вот думаешь, ну, да. Поэтому Ишуа, он искал, почему мы все здесь находимся. Потому что сквозь этих черных пятен, которые можно найти в каждом человеке, я человек несовершенний, много недостатков, очень много. Это я вот стою, тут распинаюсь, но то, что я там собрал кузнечиков, это не другое. Господь меня вырвал, знаете, с такого, я думаю, что каждый может рассказать. Но Бог что-то увидел, кроме всех этих черных пятен, Он что-то увидел в каждом из нас. И сейчас, по сей день, неважно, как мы, может быть, поступим в какой-то ситуации, правильно или неправильно, это не совсем важно. И сейчас Он в каждом из нас, Он увидит совсем другие очерки, потому что Он смотрит на нас через Ишуа. Он смотрит на нас своими глазами. Вот проблема в том, что иногда, иногда, может, нечасто, иногда бывает, мы смотрим искаженным взглядом на человека. Поэтому приходят какие-то моменты, где мы можем не увидеть того, что увидит Господь. И нам нужно учиться. Знаете, я, опять же, не хочу никого осуждать, мы все люди, мы можем человека обидеть. Мы можем по своей данной, данной человека, данной натуре, мы можем. Мы не можем все проследить, но нам нужно научиться исправлять то, что мы сделали. Это возможно. Мы не можем предугадать, как мы поступим, как мы. Знаете, иногда бывает, ты такой, утром помолился, так все хорошо, думаешь, Господи, спасибо. Выезжаешь на дорогу, кто-то тебя подрезает, из тебя, ах, думаю, Боже, ну я же только что молился, да. Но мы можем, можем исправить. Бог дал нам эту возможность, но нам нужно учиться смотреть Его глазами. Тогда мы сделаем намного меньше ошибок, если мы не будем торопиться делать оценку. Иногда хочется, да, не надо торопиться. Бог, Он оценивает. И я буду завершать, как бы, свое послание. Я хочу прочитать одну небольшую историю, это, вернее, отрывок из истории. Я наткнулся, сейчас читаю одну книгу, называется «Два взгляда». И это именно африканский взгляд на некоторые вещи. Конечно, мы не африканцы, но тем не менее мы что-то можем взять. И вот это отрывок из одной истории. Однажды после школы дети не пошли домой, а решили поиграть в футбол. Мимо проходил голодный странник, и, полагая, что дети не видят его, поймал петуха и быстро положил его в свою сумку. Но некоторые дети заметили происходящее. Начали кричать «Вор! Здесь вор! Остановите его!» «Держите его!» На крик детей вышел директор этой школы. Посмотрел, что произошло. И перепуганный странник не хотел быть опозоренным прилюдно, особенно в глазах детей. Поэтому сказал директору, пожалуйста, подойдите и посмотрите глазами уважаемого человека. «Есть ли здесь в этой сумке что-нибудь?» Ну, то есть там петух, которого он украл. Директор подошел и заглянул в эту сумку и сказал «Здесь ничего нет». Потом он отправил детей по домам, пригласил этого странника к себе в кабинет и сказал, что нельзя воровать. И дал ему немного денег и еду. Странник удивился на его поступок, поблагодарил его. Достал из сумки этого петуха и отдал директору. Вот вам взгляд уважаемого человека. Он бы мог поступить по-другому. Знаете, когда какие-то моменты в жизни приходят, нам нужно задавать такой вопрос. А как бы поступил бы Ишоу? Вот эта вот история с женщиной у колодца, она очень похожа на вот эту вот историю. Когда, помните, привели... Это еще одна история. Когда привели ту же падшую женщину к нему и хотели побить ее камнями, он сказал тем, кто привел, очень хорошие слова. Он сказал, что вы немножечко о себе высокого мнения. Вы тоже можете быть в ее положении. Поэтому, если вы можете быть, а вы можете быть, тогда бросьте эти камни и лучше идите и отдохните. Расслабьтесь, успокойтесь, попейте водички. И эта история очень похожа, когда Ишоа, как этот школьный учитель, да, отправил всех домой, так Ишоа сказал, где твои обвинители? Он мог привлечь его к суде, он мог поступить по-разному. Но он озвучил то, что он не покрыл грех, сказал, да, ничего страшного, все нормально, и что, он не покрывает грех? Но он поступает по-другому. Мы здесь говорили, да, то, что Бог дает мудрость. Это очень важно, чтобы не оттолкнуть человека, даже правильными мотивами, да, правильными делами, чтобы его не оттолкнуть, нужно поступить мудро. Иногда нужно не сказать или сказать по-другому, не при всех, чтобы все знали. Бывает так, что человек что-то сделал плохое, и все об этом знают. Знаете, как в этот, да, одна бабка сказала, и все, и все село знают. Он мог поступить по-другому, но он так не сделал. Глазами уважаемого человека. Я верю, что так поступает Господь. Я в этом уверен. И Бог учит нас, Он учит меня поступать так же. Это вот и называется приобретать людей. Это не легко. Это сложно. Но мы можем увидеть результат. И мы его увидим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова